доброе ранее утро и другие мои продолжаем катать обе контракт симулятор версии 143 с вами олег драйвер давай дорогу что у нас сейчас происходит и где я нахожусь нахожусь я собственно в местечке сейчас сейчас штат нью-мехико так колорадо спринтс городюшечка вот такой городе щека здесь я заехал на отдых потому как у нас тут вчера если помните здесь была дорога заблокирована также как и вот здесь вот на выезде дорога была заблокирована проехать было нельзя вот сейчас посмотрим кстати освободилась дорога или нет или меня ждет тяжелую мать его объезд но ближайшая дорога это только сюда и я охренеть как я опаздываю охренеть маловато сеть дорог маловато допустим какие-то объезды случаются да блин были бы какие-то лесные тропы сука еще там что-нибудь да другое дело так нет ни хрена ладно погнали 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 так ключ на старт сейчас пока машинка греется запустим запустим коптера габаритки ближние так дальние включаем авареечку и пойдем проведем в этот инспекшн сейчас все проверим что как все у нас будет путем да так на траке моргает мигает светится тут все светится все работает так все на месте цепочки на месте время начала шестого часа потихоньку начинает светать ну погода вроде обещает он там солнце встает у нас погода вроде обещают быть хорошей сейчас в трак сяду так посмотрим сколько тепло по ощущениям так ну нормально грозов 18 где-то приблизительно нормально свежо хорошо так я люблю когда такая температура к все работает дальний я включал работает отлично так а это у нас это у нас эта штучка проезжать оплату оплату проезжать оплату у ты прости господи платы и дороги твою мать так зеркало сюда все хорошо так сейчас пустенько давай слетаем и проверим нашу дорогу так запустили коптера от покистили так давай сейчас быстренько раз и туда тут как бы нам на выезд нам не обязательно тут на дорога лететь и там ни к чему так вот как бы едем едем выезжаем сюда вот выезжаем 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 и надеемся что дорога у нас открыта хрена то там сука твою мать ну что капец капец вы там расхерачились то там все таки закрыто блядь ну что я сейчас делать буду вот зараза твою мать а ну как вот одну что вот такое все тут дорога закрыта так ну предположим я сюда просочился с наглой мордой я выезжаю сюда сюда и сюда это думаю что тут сможешь проехать ну типа как нельзя ну ах твою мать ладно поехали по-настоящему сука вот же ж зараза а курва ну как вот ну что ну тут представляешь блядь чё сейчас будет сука да как в какой блядь я сейчас весь день буду только ехать ой блядь и тут ни дорог ни хрена ничего нету вообще никаких так но здесь плутать не надо я сразу выезжаю сюда 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 и погнали 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 по-другому нет нету ничего ёпперны твою театра твою дивизию кен варцелон открыть надо ой боли ой 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 что вот это такое ну как это мою мать все меня штраф лучше да спасибо тебе поверните на затем продолжайте движение хоть налево ой что делать люди добрые люди ладно поехали сейчас хоть ты ругайся хоть не ругайся от твоих слов ровным счетом ничего не поменяется ладно будем опаздывать приготовьтесь к повороту на право поверните держитесь правее затем поверните на право поверните на право а юберный театр ну это сейчас вот представляешь сколько я сейчас потрачу время на этот объезд твою дивизия ладно ну а чё ты сейчас поделаешь ничего от тебя здесь ничего не зависит а кофеечек тут будем ехать так так а что у нас насчет скрытых насчет скрытых дорог или они в 1.44 должны появиться блин я не помню скрытые дороги как как я узнаю какая блин скрытая дорога где есть вот скажи пожалуйста да вот так вот держитесь зараза значит расхерачились там хорошенечко держитесь левее держитесь левее так и делаю так и делаю так маленько превышает но я думаю пока пока магистраль надо конечно топтать на полную пока фривей ай ну надо же ну как так так а солнышко уже встает так все снег затем съезд справа держитесь левее затем поверните налево поверните так поэтому удачно даже останавливаться не надо просто по красоте так справа одностороннее движение направо поворачивать здесь конечно же нельзя поэтому можно и стоять в этом ряду от того и дивизия только кофе и глотул и зеленый включили а ведь ты знал что после стрелочки налево будет зеленый знал и двигайтесь прямо а утром какое хорошее что у нас теперь только двадцатка по ощущениям то я угадал где-то так и есть что ну что ж откроем еще дорогу которую я не открывал она нехоженая вон она открытая серенькая не желтенькая поехали по ней запах по 2 в в в в это в Продолжение следует... Да-да-да-да, еду балдею, такие виды, слушай, потрясные, так все красиво, тихо-тихо-тихо, пока тут на красоту поглядываешь, то ты на повороты тоже поглядывай, а то будет тебе красота на боку. Так, чуть-чуть придержи коней, брат. Не хотелось бы сегодня без обеда ехать. Не хотелось бы дорожать режим питания. Я, конечно, хорошо позавтракал. Яшенка с беконом. Яшенка с бейконом. Так, что у нас там, сужение? Ой, как ее хорош. Со сливками. Скрытые дороги. Мне что, сейчас вот где-то на малейше какой-то съезд, надо тормозить и что-то искать его, смотреть или что, как? Как эти скрытые дороги? Они на 1,43 есть вообще, нет? Или их тут нет нифига. Ха-ха-ха, сука. Да все, поехали уже. Подумаешь, задел чуть-чуть. Он меня специально подержал, раз я его боднул, значит, ты еще постоишь. Ладно, хрен с вами, плюс-минус километр, не расстояние. Красота. Где зеленый? Давай зеленый. силен и дворец поехали там сужение опять у нас вижу Что же делать? Бывает такая фигня, бывает. Рассчитываешь на одно, а я успеваю, а, нормально. А тут раз, и какой-нибудь такой случай, все тебе нахер выворачивает наизнанку. Ну, что поделать. Так, что-то тучи собираются, слушаю. Я прогноз утром смотрел. Вроде нормально все должно было быть. Вроде как бы дождя не обещали. Ну, здесь немножко горы, то дым-сю дым. И погода меняется. Может меняться очень быстро. Вроде с одной стороны гор едешь, да, вроде нормально, где-то раз, чуть-чуть через хребет перевалил. Там бац, и все. А с другой стороны там хорошие тучки. Там бац, и все. По сравнению с тем, что было раньше, в самом начале эта игра очень сильно похорошела, очень сильно прибавила. Ну как и ETS точно так же. Новые краски, новые цвета, новую текстуру болеют. Вообще здорово. Так стопчик такой нечешный, зачетный тут. Только что проехал. Нам туда. Ах бы в таком бы стиле, бы еще бы сделали бы Канаду, бы тоже бы добавили сюда Аляску. Даже вот так же все красиво, конечно, она будет даже... Да твою мать, только опять за кофе взялся. Да, прям с севера Аляску, ой, вообще вы по красоте бы все. И не надо там делать никаких снегов, на мой взгляд. Вот если вот все тут лето, и там тоже пусть до самого севера будет все вот лето. А все остальное исправит. Надо зиму, есть зимние моды. Ну, блин, вот в чем сложность вот с Америкой, да? Там же, если скажем ты, в Миннесоте там холода, там и зима бывает и 20-30 градусов, да? А южнее ты уже, допустим, в Джорджию съезжаешь, там уже в Техасе там все, погодка уже совершенно другая. И как вот ставить зимний мод, когда он зимний мод, он все закрывает. Здесь как раз вот хочется вот именно такую динамическую погоду, которая в соответствии с местом положения твоим меняет погоду. Все вот, уехал ты южнее, все, там погода другая. Поднимаешься на север, допустим, здесь, что касается именно моей руки. Так, нам там снова налево. Знакомые места. Как знакомый, ты что, их помнишь, что ли? Проезжал только когда-то, было дело, да? Ну, было дело, ну, проезжал, что ли? Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Проезжал, ну, и что? Хочется динамическую погоду, хочется, хочется, хочется. Начал ты игру, скажем, 1 января, и пусть будет зима там, где она зима. Южнее, здесь нет зимы. То есть, она своя, но зима, да, своя. Своя, все-таки, на зима, да. Так, 500 миль, 500 миль. Теплится слабенькая надежда, что я, возможно, как бы постараюсь успеть. Так, а еще, давай-ка напомним, сами себе напомним, да? Когда я должен приехать? Максимум, это до, без пяти, 7 вечера. Максимум, блин. Вот это надо постараться, конечно. Ехать-то еще далеко, брат, ехать далеко. Ну, такие дороги, что особо не разгонишься, и у меня не спортивная машина. Топнул, тормознул, разогнался, затормозил. Вот, видишь, вот такие поворотики, да, такие, тудим-сюдим. На них разгоняться опасно. Чревато, брат, чревато. Красота какая. Полина, сейчас еще в свете последних событий, как, вот в стиме появится обновление, скажем, да? Техас там, допустим, появится, да? На очереди он. Так, как я буду покупать, как я сейчас его с территорией России, я его сейчас оплачу. Вот это проблема. И какими другими альтернативными способами можно как-то оплачивать. Да хер его знает, ну как, я не знаю как, блин. Не знаю я, чего будет, вообще, блин. Так, секунду, друзья. Ух, такие каньончики, такие нечешные. Температура 31, нифига себе. А есть что такого удивительного 31? У нас да уже на Урале тут летом бывает 30. Не всякий раз и не каждое лето, да, но бывает. Ну у нас, в отличии, конечно, от Нью-Мехико, у нас более высокая влажность. И то, что здесь, в Нью-Мехико, минус 30, это не то, что у нас. Наши минус 30 жарче. Даже нет, нисколько не жарче, душнее. Душнее, чем минус 30 в Нью-Мехико. Все-таки, когда влажность невысокая, влажность невысокая, и это переносится, переносится, такая жара легче. Те же минус 30 в Амазонке, это все душегубка и баня страшная. Там почти стопроцентная влажность, стопроцентная даже, да. 98% влажность, да. Такие горки-горки были сейчас, раз, почти что равнины. Такие холмки есть, плавные такие, да. Да, в этих местах я не был. Дорога отличается. И симафор такой стоит посереть. Так, пока прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-скоро выезд у меня будет на фри-вей. И дальше едем на юг. По карте ты по этой смотришь, кажется, как-то вроде не особо-то большая. А когда ехать по ней начинаешь, болен, слушаю, такая нормальная такая. Салон Кенверт открыли, который я на карте смотрел. Так, там направо надо нам. Двигайтесь прямо. Держитесь правее. Затем поверните направо. Аккуратнее, аккуратнее. Сейчас направо. Поверните направо. Тихо-тихо-тихо. Так, все, выезжаем на тот самый фри-вей, на котором была авария. Держитесь людей. Ну, все, теперь топчем тапку. Так, время у нас 12. 400 миль с копейками. Осталось было 680, там что-то с чем-то, почти 700 миль. Да, по расстоянию ехать еще больше полпути, но мы едем по фри-вей. Скорость движения здесь совершенно другая. Так что я надеюсь, я успею. О, немножко превышаем. Так, вот тут опять что-то случилось тут опять. Беда-беда, огорчение. Ой, беда-беда, огорчение. Так, пока все прямо-прямо едем. Так, а что у нас первый час? Слушай, я понимаю, конечно, мы опаздываем, но... Режим питания нарушать нельзя. И что, и куда ты сейчас поедешь-то? Скажи, пожалуйста, тут поблизи... Вблизи, бляхмуха! А, нет, вот тракстап есть. Так, давай, все, сюда заезжаем. Извините, друзья, но... Начинаем движение. Война, войной, обед по расписанию. Так можно и совсем оголодать. Даже если опаздываешь... Как дядя Паша говорит? Даже если опаздываешь, безопасность превыше всего. И гнать нельзя, и голодным ездить нельзя. Потому что всю работу не сделаешь, всех денег не заработаешь, а здоровье свое ушатаешь. И потом будешь только на лекарства работать. Ничего хорошего в этом нету в этой работе, когда она идет только во вред. Поэтому по навигации едем на тракстап. Так. Так, сейчас немножко тут где-то рядом, по-моему. Эксит будет. Так, не здесь, еще дальше маленько. Ну ладно. Дальше. Держите справедливо. Затем съезд справа. Угу. Вот нам сюда. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту налево. Так, аккуратненько. Поверните налево. Так. Снак стоп. Так. Вот тракстапчик. Ага. Так, двигайтесь прямо. Так. Нам сюда. Изменение маршрута. Так. О том, есть заезд. Да ведь? Ну да. Развернитесь, когда будет возможно. Так. И сейчас спокойненько заедем. Так, заправляться? Не, нам не надо. Нормально, мне хорошо. Так, что теплё вполне хватит. Угу. аккуратненько все я здесь никого не мешая так нормально все отлично отлично вообще без проблем и так спокойненько он с той стороны туда вы да все кому на нас на заправку заезжает мы тут на этом пяточки маленько отдохнем так ну что пошли обедать так время 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 так время с 20 я думаю минут 20 минут 30 может быть где-то нам должно хватить ладно пошли кушать на хорошо откушал маленько чуть позже время потратил побольше чуть-чуть отдохнула чем планировал и места такие хорошие красота вот такой ресторанчик места для инвалидов а вы кому их занимать нельзя только если он на вашем автомобиле наклеечка имеется ресторан марцеллс нормально вкусненько хорошо поел вкусненько хороший стейк с картошечкой овощной салатик красота все отправляемся направляемся в дорогу сейчас по пути глянем заодно как у нас тут чисто внешне все ли хорошо в траке все ли замечательно все у нас замечательно зелень кругов лета ой боже как я по лету заскучился все будет вдруг мы в свое время все будет так все хорошо все отлично цепочки висят как надо но не висят а натянуты как надо так нормалек все хорошо так ну что ключик на старт габаритчики так это выключаю все все я готов я готов 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 так нам сюда не надо заезжать не надо выезжаю сюда ну тут показан выход с этой стороны сюда и выезжаю верните налево приготовьтесь к повороту налево поверните налево все на сытые желудок и трудится нормальдо ёбперды театра все на весовую загнали так а где у нас заезд на весовую ищу новый маршрут подожди не спеши искать новый маршрут всего путем аккуратненько с мы не спеша на кайтом поедем все взвесились все у нас общий вес у нас 59 с копеечкой с богом и 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 видите я выезжаю на разгон иду мог легко перестроиться меня было видно кстати далеко что я выхожу на фривей так что опять что за информационная табля ремонт дороги сужение справа переходим на левую сторону да тут надо тоже смотреть внимательно с этими знаками не посмотришь и влетишь а тут всегда идет ярко-оранжевое информационное табло потом знак с какой стороны волоса закрыта 300 миль еще ехать упален прилично ешки матрешки нормально так ехать там у нас на без пяти семь вечера сегодня я должен трал с трактором доставить балет ну будь что будешь уедем как можно тут должен сломя голову не полетишь ничего страшно ну штрафа ну да штрафа ну ты бокс опять ремонта что у вас сегодня тут вы чё там блин со всех сторон тут разремонтировались так опять с правой стороны на этом так ставчики не видать либо ночевал либо на обед заезжал отмечен что я тут был да у меня в основном то в принципе вся карта уже проехана много уже где был основную массу дорог ты я проехал уже давно на этом профиле по а то есть катались давненько-давненько давненько давненько кодиллок как дела как дела это новый кодиллок ты дэнгэ и дэнгэ до дэнгэ-дэ вот так наше гламурье посъебывалось за границу ой слушайте вот и оставались бы там а раз в трудный час когда стране нужны герои а вы съебываетесь кто куда на отдых слушайте оставайтесь там нахер вы здесь нужны на именно в такие моменты кстати и узнаешь много интересного тех людях о которых ты казалось бы хоть что-то знаешь представлял о них имел представление что это люди по крайней мере порядочные патриоты любит свою родину любит россию я не говорю то что там любить там президента это дело вкуса конечно кто-то поддержит кто-то не поддержит резиденты приходят и уходят а народ то остается люди то вот они всегда есть да они тоже как бы и меняются люди и прочее прочее но народу как раз таки относишься к чему-то такому неизменному вот прости друг я не мог уйти налево но у него место еще есть там выходить у меня слева машина была народ это с одной стороны и изменяющаяся величина и не изменяющаяся как количественно так и качественно много часто родом происходит но если ты любишь свою страну я говорю еще раз это быть патриотом любить свою страну это не значит что поддерживать президента скажем да и весь курс и скажем который ведет президент соправительства это не обязательно достаточно с уважением относиться к народу и в трудный час когда приготовьтесь к поворота налево твоих братьев русских и донбассе луганские убивали вот в этот час съездить и поддержать их вот это важно а много туда съездил все у кого есть недвижимость со границей никто туда не поехал потому что могут отнять могут наказать и как же я без своих как же я без квартир кита в майаму как я буду ездить как сучья сплошное сучья и валите нахер в свою майаму я не против чтобы вы ездили в майами но ну понимаете вот говорить о патриотизме говорить о том что надо любить родину любить русского человека бла 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 вот эти все красивые слова говорить а в то же время на отдых ездить туда откуда идет непосредственная угроза для нашей безопасности мне кажется это совершенно не патриотично что в россии мало мест где можно построить красивый коттедж спокойно жить где родился там сгодился где зарабатываешь вот мое такое четко понять где зарабатываешь деньги там их не тратить почему ты тратить есть деньги в америку тоже здесь зарабатываешь и чем там зарабатывать я имею ввиду траты недвижимость покупка прочих херня отдых тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тих а я не понял это чё такое было все должны стоять а это сука вдруг приехала и проехала нормально нет вот тварь но стопудово стопудово наш славян приехал и проехал что приехал так времечко уже 6 час 170 опоздаю да ладно после можно было конечно чисто пару часов вздремнуть но это нахрен вообще никакой не сон я и так мало поспал и можно было допустим всю ночь валить да я не хочу ночью ездить но не видно же ничего вы смотрите какая красота где-то облака небо столько красоты поверните налево как это все пропустить самого хочется посмотреть даже если я здесь уже был все равно это красиво смотреть еще раз еще раз готов это красота сп Prince держите спр tsunamiамен затем съезд справа да наверное я слукавил когда сказал что где зарабатываешь там и трать по большому счету право каждого человека где тратить его собственные заработанные заработанные деньги как он их заработал это делаю другое там честно и нечестно это бог тебе судья если мне нравится допустим к примеру авто путешествия затем почему я не могу скажем ехать в америку взять машину на прокат потратить деньги и свалить вас свалить-то оговорочка по фрейду да поехать помирки посмотреть страну посмотреть природу почему нет очень даже да с великим удовольствием я захотел там и тратить да конечно принципе то твои оправа твой выбор где инвестировать куда вкладывать где хранить только купив квартирки прочие драгоценности коттеджики все это ты все это хранить за границей я считаю нецелесообразно абсолютно конечно нет стопроцентной гарантии что твоей стране все это у тебя сохранится и ты что-то не потеряешь большие деньги бизнес это всегда риск и так далее так далее но хранить деньги допустим день в америке а тут сейчас такая ситуация получилась а у тебя раз и твои счета экспроприировали и все по их закону и ты никогда правда не добьешься ни в одном суде никто и никогда тебе не вернет деньги если тебя их вот таким образом на волне всеобщего так сказать антироссийского порыва если у тебя деньги так отобрали недвижимость обрабатывающий яхту дорогую забрали гехер было там ее держать поверните налево площадка такая асфальтированная как-то нас смутило так мне зачем столько места спрашиваться закатывать в асфальт что как-то это не совсем логично и понятно солнышко к закату ой я уже опоздал ребята уже восьмой час брат а мне еще ехать соточку миль ну ты как пиздаешь да ну и ладно насрать а насрать так классно облака меняются ходе такие были потом раз что-то сложность завета как-то раз поменялись так не просто чик чик переключились тик 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 так походу я по темноте уже доберусь маленько тут уже беспредельничаем нарушаем чуть-чуть самой малости нам гнать надо на полную катушечку не хочется по темноте завершать на солнце уже все вроде как попрощалась с нами да а нет еще за облаками просто спрятавшись было чуть-чуть еще светит еще вот день есть классно пустая дорога трафика нет никто не мешает так надо ближнюю же включить уже достаточно темно так надо ближнюю же включить уже достаточно темно так сейчас один случай вспомнил сейчас скриншот делал как бы так реалистично все получается красиво тетушка у мамы сестра еще была как-то жива и чего-то она у меня уже но руль еще старый был который не вот это сейчас лоджи тэм я не помню там же блин даже название того я сейчас не вспомню коробка секвентальная все как бы и пришла что-то она это самое пришла нашим доме соседка пожилая женщина живет они при жизни пока тетушка жила была общались в церковь вместе ходили вот она к ней пришла ее дома не было типа надо было подождать что ли по моему она за это сама зашла ко мне а я как раз проехал видео записал и сижу смотрю что мне тут получилось да она зашла что-то там а ничего не захотела чай не захотела просто такому пошла в комнату только а чё тут это тут делаешь я буду вот я туда туда ехал она где ехал то ну вот я тут видео записала как бы я вообще без задней мысли то и так говорю да да вот там где-то там франция германия короче там что-то типа рейс меня какой-то был она да сегодня меня так смотрю только а ты когда это успел туда съездить то я так говорю я как ты думаешь это ну по-настоящему что так вот же красиво так все ну в смысле по-настоящему я куда нет это игра какая будет игра я такая вот компьютерная игра я бы сейчас компьютерные игры так делают что от реальности не ключи шоу ничего себе так удивилась так конечно откуда господи она компьютер никогда в жизни не видала и по жизни и нафиг он не нужен было когда они появились чем более незачем уже зачем они нужны ее жизнь в своем доме жила нафиг я этот компьютер тем более возможностях компьютерной техники возможности компьютерных технологий компьютерной графики она ничего и знать не знала все меняется друзья все меняется лет через двадцать вот только представьте какие будут компьютеры через двадцать лет я думаю там просто держитесь затем поверните ну-ка 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 здесь что-то тут какой-то непростой такой поворотик поверните налево а вот он как-то так интересно сделали кто там такой умный сигналит паровоз что ли это мне сигналят типа я не так встал все нормально все путем я на месте все под контролем да представьте какие технологии будут через 20 лет но я почти доехал вот наш банка все-таки затем на заканчивались ну да ладно ничего страшного потом будут просто типа как верочки всенаправленная такая беговая дорожка будто в каком-то фильме я не помню там одеваешь эти верочки костюм то есть ты как бы все этим костюмом в этом костюме все чистую в прикосновении руки вот чем-то это касается когда все чувствуется все ощущается и всенаправленная беговая дорожка беги хоть во все стороны ходи спокойненько и так далее и так далее что-то вот такое будет но это поначалу а потом вот я уверен все будет вообще фантастических фильмах а потом просто будет подключается твой мозг скажем к этой компьютерной нейросети и ты просто погружаешься в эту игру то есть никаких костюмов даже не надо просто ты как будто бы во синяя и все это своего рода ты будешь погружаться матрица поверните и в матрице будешь так нам сюда хочу потемнее то нельзя было тут потемнее нельзя было тут сделать я настройку заехал я опоздал друзья очень сильно опоздал так я помещаюсь нет там не вижу пока сука не помещаюсь я не помещаюсь надо сдавать назад еще более круто выходить конечно включить темень полная такая мать в вашу давай давай по сигнале еще тут только со встречки больше никак больше никак больше никак так ну-ка я чё слишком далеко то так уехал ты ее кстати темно здесь блин нельзя было проезд осветить как-то нормально ну-ка сейчас да все правую сторону вижу всего проходил нормально слава богу нифига времечко то у нас уже без двадцати десять да вот тут объезд конечно он доконал меня очень сильно я из-за этого объезда я очень сильно опоздал а ты куда поехал ты за чекиниться ты не хочет это твою ж мать а проезжаю такой ты чё первый раз что ли тут по мерке катаешься сейчас чтобы за чекиниться нормально надо выехать наружу стоп так вот прям какой-то косячный рейс такое прям не совсем так удачно все получается да совсем так как хочется вот теперь за чекиниться себе на здоровье так все отлично все поехали так сейчас развернемся спокойненько нам надо вокруг сейчас проехать ну да маленько придется все равно сейчас чуть-чуть покрутиться да прицепчик то длинненькой что-то любого прямо за тобой зарулить сейчас я сейчас так ни хрена тонком ты слушай не увижу так еще вперед вот аккуратнее да блять уберись ты ее твою мать уберись такая баржа блять пока на вырулит пойдет 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 конечно же пою так забирать свой процент чик и нам надо куда-то слушать за рулякать с опозданием чё нас вздую сейчас как следует до половины цены блять сняли ёптать или сколько там ну до хрена короче сняли до хрена так а вот так стоп слушай сейчас я выезжаю направо и сюда заезжаю все отлично 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 тут и так а тут мои гаражей нету здесь ничего нету нету ничего тут нету он так все разгрузились хотя поставили все отлично поехали друг мой он у нас так стоп затем за этой стройкой сейчас направо потом еще направо и еще направо так сейчас сюда там у нас еще сервис если нам ничего не надо так и сейчас тут где-то здесь тоже а вот направо все вижу вот сюда так ни хрена не видно так хочу у нас а какая разница да с той стороны с той стороны как удобно так вставай хоть задом наперед хоть передом назад так все отлично все хорошо странно маленько с той стороны заезжаешь как бы по ходу так должно быть останавливаться до как будто заезд должен быть отсюда вот так ладно все нормально так ну что друзья все рейс окончен отдыхаем сюда мне пригонят завтра мой следующий трак для моего гаража вот как-то так все всем спасибо всем пока спасибо что были со мной оставляйте комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал бейте в колокола чтобы в курсе выхода следующих новых видео с вами был олег драйвер пока пока увидимся до новых волнующих спасибо за просмотр спасибо за просмотр